Привет, друзья! С вами канал Фалсовский Камниево, ведущий я, Дмитрий Круглых, и сегодня наша с вами постоянная субботняя рубрика «Теология», где мы говорим не просто о вопросах, но о вопросах божественных. И сегодня мы с вами поговорим на тему «Способность Бога». А вообще мы будем говорить не о том, что может или что не может Бог, это мы обязательно с вами обсудим в следующий раз. А сегодня поговорим о самой способности, что можно попытаться, по крайней мере, нашим человеческим разумом приписать так или иначе Богу. Ну и для того, чтобы разобраться в этом непростом вопросе, мы обращаемся, как обычно, к такому действительно большому, огромному столпу философской и христианской мысли, как Фоме Аквинскому. Ну, написав в свое время сумму теологии, умудрился объединить и христианскую традицию, ну и, соответственно, языческую, греческую, античную. И, конечно же, прежде чем прийти к данному вопросу, обязательно, да, я напоминаю, что YouTube снял монетизацию, поэтому мои ролики стали продвигаться еще хуже. Поэтому мне нужна, скажем так, ваша поддержка, ваша помощь, обязательно комментарий, можете просто плюсик поставить. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, если вдруг еще не подписаны. Ну и расскажите вообще просто своим близким, знакомым, друзьям, родственникам, что есть такой замечательный канал «Философское мнение», где вот я рассказываю на разные темы, начиная от всяких мифов и сказок, заканчивая философией, теологией, японским языком. Поэтому канал очень разнообразный, поэтому приглашайте всех, кого только можно, я всегда всем буду рад и счастлив. Ну, а мы с вами как раз поговорим про способность Бога, потому что это очень сложная такая тематика, потому что мы уже говорили о том, что в Боге есть знание, воля. И вот здесь еще появляется одна такая компонента, как способность. Способность что-либо делать. И, например, Фома Аквинский говорит, что как раз воля, да, она должна через что-то действовать. Если мы говорим о том, что Бог есть чистое знание, Бог есть чистая воля, то у него должен быть, условно говоря, знаете, некоторый мостик, через который он может что-то сделать. Но тут интересная деталь, потому что появляется Аристотель. Да, фигуры Аристотеля витают над нами очень-очень сильно. И одна из категорий как раз Аристотеля, она была так или иначе связана с претерпеванием. И вот тут начинается самое веселое, потому что Бог как бы и обладает определенной способностью, и определенной способностью не обладает. Значит, какой способностью он обладает? Он обладает способностью действовать. Но у Бога нет другой способности. Это, соответственно, претерпевать. То есть, обратите внимание, Бог не может, скажем так, подчиняться какому-либо претерпеванию. Он не может, да, потому что он является вечным, неизменным. Он является вот тем самым разумом, который сам себе все задержит. И будучи, да, то есть для того, чтобы быть чистым действием самим по себе, ему, естественно, необходимо быть полностью свободным. Такая интересная штука, что у нас с вами действительно есть свобода в воле. И это такой очень важный момент. У нас есть с вами разум, свобода в воле, с одной стороны. Но с другой стороны, мы очень сильно зависимы от всех тех воздействий, которые у нас вообще есть. Да, которые нас окружают. От тех сил, которые вообще существуют как бы до нас. Да, то есть, ну, мы с вами, собственно говоря, такие, потому что там когда-то давным-давно, там наши с вами предки, вот как-то они вот на протяжении долгого времени менялись, менялись. И под воздействием очень больших факторов. Да, то есть, это не какое-то вот единовременное такое движение, которое у нас здесь возникает. Да, и мы так или иначе находимся под воздействием вот этого вот претерпевания. Бог, это в этом плане такая, знаете, чистая точка, которая в этом плане, она сама по себе неизмена. Так как она является неизменной, то она не, то, условно говоря, на нее воздействовать никто не может. Ну, и дальше, да, то есть, мы исходим из тех посылок, что Бог является вечным. Да, соглашусь, что это, знаете, для каждой религии оно будет какое-то свое вот такое вот в выполнении представляться. Но, по крайней мере, философия, она так или иначе, все равно, вот если даже мы с вами возьмем языческую, античную философию, она все равно очень тесно как раз призывала вообще к пониманию божественного, как к пониманию разума. Разума, которая обеспечивает существование. Обратите внимание, смотрите, я бы хотел сказать, наверное, на примере, но это все равно будет такой не очень хороший пример. Вот представьте компьютер, который никто никогда не создавал, в котором существуют определенные программы, в котором есть определенная матрица, которая сам по себе существует, вот он является вечным. Нам такое представить очень-очень сложно, но, в принципе, давайте ради эксперимента мы с вами постараемся представить. И вот дальше уже появляетесь как раз, да, вот внутри этого компьютера самостоятельно появляются всякие разные программы, внутри этого компьютера появляются всякие разные самостоятельные какие-то ответвления, скажем так, ну и прочее, прочее, прочее. То есть, это компьютер, который способен обеспечивать вот это вот все существование, существование он сам по себе не способен претерпевать. То есть, вне зависимости от того, какая бы программа там не появилась, она все равно будет исходить, скажем так, она будет существовать именно на основании того компьютера, который, вот того программного обеспечения, который у нас здесь есть. Вот здесь ровно та же самая история. То есть, если мы принимаем разговор о вечности, то есть, да, что такое вечность? Вечность – это момент без времени. Бог, он в любом случае находится, да, вне времени, потому что время – это все-таки категория, которая является некоторым, скажем так, таким вот измерением, которое у нас есть, которое нам что-то дает, которое нам приносит вот некоторые дни. А в этом плане Бог, он существует вне времени. Да, вообще очень сложно представить что-то, что существует вне времени, особенно тогда, когда мы с вами время воспринимаем достаточно линейно. Но вот дальше, вот здесь, да, мы исходим именно из той посылки, что, значит, должна быть некоторая точка, которая должна была бы это время как раз создать. И вот дальше, значит, у Бога как минимум есть вот эта вот действующая способность. То есть, он способен, что и, да, он способен именно действовать, но он не способен претерпевать, потому что он свободен. Да, то есть, Бог является максимально свободным от всего. Он свободен от времени, он свободен от материи, но над ним не властно и ни в коем случае оно его себе не подчиняет. А в качестве некоторой первопричины он как раз, вот у него является, у него есть вот эта вот способность как раз быть первопричиной всего. Он способен и через вот эту вот способность как раз выражается его воля. Когда мы с вами говорим воля, воля что такое? Это отчасти намерение, но одного намерения только всегда будет маловато. Нужна еще способность. А способность действовать, она как раз будет заложена именно в Боге. То есть, как первопричина, условно говоря, бытия, из-за которой все приходит в движение, я уже тысячу раз приводил пример, но все-таки позволю его в тысячу первый раз рассказать, потому что у Аристотеля есть вот эта вот действующая причина. То есть, если мы говорим вообще о причинах по Аристотелю, то вот Бог, он становится любым видом причины, которая так или иначе бытиев приводит в движение. У Аристотеля было четыре вида причин. Одна из них это как раз формальная, целевая, действующая. Да, то есть, представьте, что если мы с вами как раз собираемся построить дом, мы с вами собрались строить дом какой-нибудь хотим, да, и вот первое, что нам приходит в голову, да, зачем строить дом? То есть, есть некоторая цель, для чего мы это строим, для чего мы это делаем. В случае Бога получается история такова, что это дом, который направляется в отношении Божественного, как, условно говоря, к первой точке. Но к первой точке, которая не является, знаете, ниже как-то по рангу, а которая как раз является наивысшей. То есть, вот как раз этот момент здесь есть. Дальше. Формальная причина, да. То есть, у нас должна быть какая-то идея, эйдос, по которым вот это вот все будет вообще построено, да. То есть, для того, чтобы вы построили дом, вам как минимум нужен план этого дома. Да, вот оно у вас как раз получается. Дальше. Да, то есть, Бог в этом плане является и первообразом, потому что именно в нем, да, вот если, да, еще раз приведу аналогию с программным обеспечением, потому что вот когда в программах есть, да, вот эти вот единицы, нолики и так далее, вот там уже в них заложена потенция на все остальные преображения, на все остальные действия, ну и так далее. То есть, вот здесь это как раз и будет проявляться. Дальше. Что еще здесь как раз будет появляться? Это, конечно же, да, материальная причина, да. То есть, ну для того, чтобы вам построить дом, вам надо куда-нибудь в какой-нибудь магазин строительный съездить. Вам нужна, условно говоря, материя. И в этом плане, да, то есть, вот, ну по крайней мере могу сказать так, что у Платона этот вопрос, он решался немножко по-другому, потому что у Платона, например, да, материя, она была тоже вечная. Он называл его хора. Хора это пространство, материя и так далее, она для него была тоже вечная. Поэтому я обращаю ваше внимание, что, да, концепция Фомы Аквинского, насколько бы хороша она не была, это всего лишь одна из концепций. Вот, есть, например, альтернативные всякие вещи, но в концепции Фомы Аквинского как раз материя тоже происходит из Бога. Да, то есть, он сам дает вот эту вот материю. И следующий момент, это, конечно же, действующая причина, то есть, привести это все в действие. То есть, это не просто, да, чтобы вот оно вот стояло, его же еще надо привести, скажем так, в движение, чтобы оно было построено, чтобы оно было сделано. И вот в этом плане как раз появляется вот эта вот концепция, условно говоря, действующей, действенной способности, которая есть у Бога, и она становится фактически детерминирующей вообще для всего мира, ну и, соответственно, человечества в частности. И, да, человек вот в этом плане, он является, ну, никогда не сможет быть свободным, потому что он зависит от миллиона таких разных факторов, которых мы с вами не всегда можем учитывать. И вот этот момент, он как раз есть, но Бог в этом плане, у него нет способности претерпевать для того, чтобы быть свободным. Ну вот, собственно говоря, да, именно поэтому нельзя отделять знание, волю и способность. Это некоторое такое триединство, которое оно между собой образует и способность есть. А вот вообще, что может Бог, об этом я запишу обязательно передачу в следующий раз. Сразу хочу предупредить, что конкретно в следующую субботу не будет я, потому что хочу в следующую вообще всю неделю, знаете, уйти на небольшой такой покой. Немножко упокоиться, мне это тоже надо перевести дух для того, чтобы дальше вам тоже достаточно рьяно рассказывать про теологию, про остальные вещи. Вот, поэтому мне нужен небольшой недельный перерыв, я его возьму и обязательно вернусь. Вот, поэтому то, что у меня вдруг на следующей неделе не будет, не переживайте. Я никуда не пропадаю. Через неделю я вернусь и все вам обязательно расскажу. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся на этом канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok